Привет всем из Краснодара. Сегодня солнечный день, прекрасный. И я хотела записать видео по поводу только что вышедшего ролика известного нашего блогера, кашпиролога Алексея Кундурова. Возможно, вы, подписчики моего канала, скорее всего, не знакомы с этим блогером и с его творчеством. Это на данный момент не важно. Я ссылку на ролик оставлю в описании. Но я хотела кое-что сказать по поводу его призыва вооружать Россию и как бы начать легально, видимо, продажу оружия или что-то в таком плане. Я сейчас выставлю его ролик, отрезочный кусочек, именно по поводу его видения, как предотвращать всякого рода теракты в стране, что нужно сделать, чтобы терактов не происходило. Я полностью с ним не согласна в этом плане, то, что он предлагает. Это не мое видение ситуации, поэтому перед тем, как я выложу свою точку зрения, давайте вы сначала посмотрите, что предлагает Алексей. Я понимаю, что события печальные и я всю ночь стримила, в ту ночь с прямыми репортажами до 2.30 утра. Я была на живом стриме и всю информацию, которая поступала, освещала в сети. Очень много было просмотра, много было людей, которые даже не знали еще в то время, что началась атака и вот этот теракт в Кропусе. Я узнала просто то, что я не спала, еще было поздно, после 11 вечера, по-моему, где-то начались наступать сведения. Между 10-ю, 30-ю, первые в Телеграме и в Телеграме начались сообщения. Я быстренько нашла, где был живой репортаж «Москва-24», и уже потом до 2.30 утра я стримила, информацию поставляла, добывала из Телеграм-канала и из американского твиттера. Там информация выступала быстрее. И живой репортаж «Москва-24», поэтому я понимаю, что это страшная трагедия. Просто слезы у меня были, когда я видела, как там эти люди убегали. И это то, что я сама, ребята, прошла, ну, близко, скажем, да, прикоснулась. Я перед тем, как у меня есть видео несколько и несколько интервью с разными другими блогерами, где я об этом рассказывала. Когда я влетала уже в Россию, на следующий день был у меня самолет, я пошла в большой супермаркет, удалось купить подарки папе. Точнее, подарки у меня уже были куплены, мне нужно было поменять размер. И я пошла в большой магазин, и там была стрельба. Короче, нас там всех выгнали. Мне повезло, со мной ничего не случилось. И вообще, в нашем крыле, где я была, ничего не произошло. Видимо, ну, всех повыгоняли на тему, лучше перебдеть, чем недобдеть, да выгнали нас оттуда. А в соседнем магазине убили 15 человек. И потом полицейские застрелили этого стрелка. Был мексиканской гражданство было в США или нет. У него был мексиканец по национальности. Мотивы вообще не понятны. Одинокий был стрелок, пришел с автоматом в торговый центр и просто тупо застрелял людей. 15 человек погибло. Это прямо было вот во время моего практически отъезда в Россию. Я, честно говоря, увлекалась шоком. Ну, нас выгнали из этого супермаркета, да, там, где уже полиция была, мигалки везде были. По горунку говорили, что срочно покиньте помещение. Хочу сказать, что стрелочки во всех магазинах, ну, в США, на всяком случае, большими буквами посвященные имеются, что выход сюда, выход туда запасной. Выход в кинотеатрах точно так же. То есть, есть запасной выход, который освещен, и везде стрелки есть. И вот эти двери, которые выходят из кинотеатра, они изнутри открываются, наружу, снаружи, закрыт. Ну, я думаю, что невозможно заблокировать там ни ручек, ни ничего. Поэтому у меня тоже вопросы, почему люди не смогли открыть двери. Наверное, там все было заранее как-то сделано, непонятно мне. Но это другого будет видео, чтобы разбирать информацию не ищемся уже по поводу, что там происходило. Я в этом видео хотела просто ответить на ролик Алексея, потому что я его очень уважаю, и его мнение было интересно услышать. Я вижу, что много сейчас блогеров и конспирологов, альтернативщиков выставили видео. Я вчера смотрела до поздно ночи все, что люди говорят, особенно на альтернативной теме. И его мнение именно по поводу «Давайте вооружаем Россию». Я, как человек, который прожил не просто в Америке, а в Техасе 25 лет, где на день рождения детям дарятся ружья настоящие. То есть моему сыну уже на 7 лет отец уже подарил ружью. А первого кабана он подстрелил лет, наверное, в 10, а первого оленя в 12. И то, что у нас полный дом оружия, а у братьев моего мужа вообще у них комнаты, плоды потолка там с теложами, какие угодно. Они любят просто колесу, они пушинки для изготовления пул. То есть они могут сами изготавливать пули, они покупают пустые гильзы и даже металл, которым можно делать гильзы, покупают порох и сами делают пулю. То есть в Америке это вообще ну реально очень много оружия у людей, очень много. Я была в домах в американцах, я вам говорю, там от старинных еще каких-то оружий, которым, крем, сколько лет, наверное, еще там времен гражданской войны в Америке до самых последних вот таких вот высокотехничных автоматов. Не милитари-грейд, не военных автоматов, а таких вот полуавтоматов, скажем, которые разрешено иметь частным лицам. Сейчас я выставляю видео, в этом месте будет кусочек закончен, поэтому и будет видео, значит, мнение Алексея Кунгурова. И потом, в конце, после того, как посмотрите этот кусочек, что он, советует и так, что он предлагает, потом вы увидите мое мнение. И опять еще раз повторяю, что я человек, который прожил в санатах 25 лет, которая сама попала в ситуацию, ну я уже не говорю в ситуацию, когда, значит, был террористический акт в соседнем крыле магазина, где я была. Вот. Это мелочи. То, что дети у нас в школе, они проходят постоянно тренинг, как прятаться в случае массовых шутингов в школах. И периодически нам, родителям, приходило сообщение, смс-ка, что ваша школа на локдауне, школа закрыта, детей не выпускают, там, значит, какие-то проверяют, что там происходит. Вот. И таких ситуаций было очень много. И у меня со старшей дочкой, и с младшим сыном. Постоянно вот такие были ситуации, что вы детей своих не можете забрать, школа на локдауне. Или там занятия отменены, детей выгнали из школы. И прийти, забирайте своих детей. То есть и так и сяк бывало. Вот. Поэтому мое мнение, я думаю, будет интересно в том плане, что я не какой-то там сторонний человек, который про это ничего не знает. Я в этом прожила. В этой ситуации, когда можно ожидать любого теракта в любой момент, в любом месте. Это может быть и школа, это может быть и церковь, и синагога, и это может быть и любой супермаркет, аэропорт, и что угодно. Это может быть где угодно. То есть и в Техасе, в котором полно оружия, постоянно теракты происходят. Вот. Смотрите, что говорит Алексей, а потом я запишу вам то, что говорю я. Давайте перейдем к нашей трагедии и нашему событию, которая произошла непосредственно в нас, и я дам свое оценочное суждение. Что могу сказать, что частично в ситуации, то, что произошло в прокурс-центре, виноваты наши управляющие структуры в плане законодателей, там, чиновников и так далее и тому подобное. Они очень сильно боятся своего народа. И выражается это в том, что они разоружили народ и оставили его беззащитным в данной ситуации. Мой соратник из Екатеринбурга привел пример из фильма «Шерлок Хомс». Там приходит Миш Хатсон из магазина, и Шерлок Хомсу говорят, что я сходил в магазин, патроны такого-то калибра привезут через несколько дней. То есть, любая женщина могла пойти в магазин за солью попутно купить пули, допустим, револьвером. Ну, я так понимаю, что она могла купить револьвер, спокойненько себе, без всяких лицензий, без всего остального. Напомню вам, что в Англии в тот период полицейские ходили без оружия, ходили только с дубинками, но в этот момент был очень низкий уровень преступности, причем, потому что любой преступник, который пытается совершить преступление, он мог нарваться на, допустим, женщину преклонного возраста, которая бы вытащила из сумочки пистолет, его бы просто пристрелило, тут же на лист. Это очень сильно отрезали. В этом отношении я рекомендую всем нашим законодателям и чиновникам, из всего уровня брать, например, Рамзан Акадыров. Недавно к нему поезжал гости Скотт Риттер, и Скотт Риттер описал такое время, что Рамзан Акадыров построил свою боль. Ну вот что дальше. Мы закончили с обедом, и он... Потому что в прошлую поездку мне пришлось выступить перед президентской главой, не выступить, пройтись с проверкой, с инспекцией. Там было где-то тысяча бойцов. И теперь он такой, не хотите встретиться с солдатами? Я подумал, ему придется повторить еще раз. Мне теперь было двадцать пять тысяч солдат. Покрывали холмы вокруг президентского дворца. Покрывали холмы. Мы проходили кругом, и когда подходили, бойцы равнялись, когда Рамзан Акадыров проходил мимо. Мы поднимались, и он произнес речь, потом поворачивается и подзывает меня к микрофону. И мне надо выступить по-русски. А чего у нас вот так нет? Будут. Они вышли. Может, ужасная была речь, может, не хотят призывать. Это было буквально... А сколько времени надо, чтобы собрать двадцать пять тысяч? Или они готовы были к этому? Это городской гарнизон, соединение размером с дивизией. Для России даже, скорее, размером с корпус несколько дивизий. Но это гарнизон. Думаю, многие из них... как ополчение. То есть, нет, они обучены. Но потому что, когда это закончилось, кто-то вернется в казармы, но остальные просто домой пойдут с оружием, с экипировкой. Так что, думаю, у них все это конец от дома. Орна тревога, они одеваются и бегут на сбор. Так что они показались только, чтобы поприветствовать нашего инспектора по вооружению. Двадцать пять тысяч министровых чеченских бойцов. Они перенесли мою речь стойко, не застрелили хоть и было хорошо. Эти люди не все пришли из казара, многие из них приехали из дома, прям с оружием, на частных автомобилях построились. И на что обратил внимание Скотт Риттер, что они все были вооружены, у них у всех был боекомплект полностью завяжен, они были готовы в любой момент решить действие. То есть, сами понимаете, что никакой террористический акт на территории Чечни по определению быть не может. То есть, любых террористов сразу хуже и закопали. Любой человек, который недалеко находится, у которого есть оружие. Я не говорю, что всех нас надо вооружить автоматическим стрелковым оружием, но вопрос заключается в том, что есть информация, что в прокурс-сети Холли один мужчина гражданский с женой кинулся на вооруженного нападающего и с помощью другого мужчины не его обезвредит. А представьте, что бы было, если бы в этот момент в прокурс-сети Холли было бы несколько человек вооруженных краткострольным стрелковым оружием, то эта ситуация с количеством пострадавших и последствием были бы намного менее плачевны. Можно ли, допустим, ситуацию изменить так, что не изменить отношение к ношению краткострольного стрелкового оружия? Я думаю, что да. Первый момент, когда чиновники и государство и законодатель заботятся и любят свой народ, то и народ начинает любить и заботиться о своих чиновников. Я понимаю, допустим, обеспокоиться определенных структур, что они боятся, что появятся различные банды и все остальное. Но давайте я вам приведу пример, что у нас, допустим, гибнет огромное количество людей от потребления наркотиков. У нас гибнет огромное количество людей от ДТП. Огромное количество людей. У нас гибнет определенное количество людей меньше, чем в ДТП от различных бандитских разборок. Но при этом, если посмотреть статистику различных разборок, то 99,9% людей гибнут в результате применения не огнестрельного оружия, а разманиченных ножей, в результате драк, допустим, применения камнем ударили, топором ударили и т.д. А если применяется не огнестрельное оружие, то это оружие незаконное, то есть введенное из театра боевых действий, купленное другим способом и т.д. Но что делают законодатели? Они пытаются ограничить законное, то есть регистрированное, правильное, хранимое огнестрельное оружие в попытках сократить угрозу самим себе. Почему? Это ничего не дает. То есть они не пытаются сократить количество автомобилей, чтобы уменьшить гибель людей, не пытаются, допустим, внести драконовские меры против распространения наркотиков и т.д. То есть распространение наркотиков надо приравнять к такому действию, как умышленное убийство, и относиться к любым дилерам и все остальное, как к таким же террористам, которые убивают людей. Это такое же действие, которое направлено на уничтожение людей. Что касается автомобилей, то работа с автомобилем направлена на то, что ремонтируются автомобили, повышается безопасность, повышается общая культура обращения с автомобилем и т.д. То есть есть определенные мероприятия, которые при наличии автомобиля снижают общую травмоопасность и смертность в этом вопросе. Это то же самое можно применить, вот эту всю методику. И в том числе, владение оружием, ношение оружием, то есть обладание оружием и все остальное. И еще раз хочу сказать, что если бы в нашем обществе были люди, вооруженные как разными стрельными оружиями, это можно было бы эти вот эти вот события очень резко уменьшить. В большинстве случаев, что вот эти вот террористы в 10 раз бы подумали, прежде чем идти куда-то и стрелять, они бы точно были уверены, что было бы какое-то вооруженное противодействие. Что касается, еще раз, силовых структур и всех остальных, можно реально защитить всех наших силовиков. Приведу пример. У нас есть устав караульной службы. И там есть такие фразы, что есть определенный статус часового. Это его неприкосновенность. Неприкосновенность часового заключается в особой охране закона его прав и личного достоинства. Никто мимо проходящих даже оскорбить его условно не имеет права. Второе, это в обязанности всех лиц исполнять приказы часового. То есть, у часового может выставить воздух, положить на землю этого товарища, который его оскорбил и унизил. И держать его в лужу на земле до тех пор, пока не придет начальник караула со свободной группой и не заберет этого товарища. И подчинение строго определенных улиц. То есть, понимаете, вот этих трех факторов достаточно, чтобы защитить наши силовые ведомства. То же самое можно придумать особый статус людей, исполняющих непосредственные действия при исполнении. То есть, защита – это особый статус, это особая защита его личных прав и достоинств для жизни. Любая демонстрация оружия в отношении сотрудника силовых ведомств, а также угроза применения в отношении него этого оружия – это уголовная статья, там, с очень высоким длительностью пребывания. И самое главное, мы можем обеспечить такую вещь, объективность любых или других событий. То есть, если вы сейчас едете по дороге и встречается вам сотрудник ДПС на послу, он вас останавливает, вы обратили внимание, насколько профессионально, вежливо и корректно сейчас ведутся разговоры. Одна из причин, потому что у него на друге висит камера видеофиксации. То есть, я еще скажу, что сотрудниками ДПС реально стало приятно разговаривать. То есть, любой сотрудник при исполнении может иметь онлайн фиксацию, с одномоментной записью разговоров, видеофиксации, все остальное в интернете. То же самое вы можете обеспечить, допустим, людей, которые носят оружие, обязательное приложение в телефоне, допустим, обязательное наклеение, допустим, МФС-модуль на рукоятки пистолета и так далее и тому подобное, чтобы отслеживать наличие оружия, можно было бы в реальном условии. То есть, всегда можно обеспечить необходимый контроль, если эта задача ставится. Что касается непосредственных мероприятий, которые можно сейчас провести и повысить устойчивость нашего общества, то вот прямо сейчас, буквально на завтрашний день, ходить на улицы с оружием, краткостворным оружием, могут сотрудники силовых ведомств. Это, допустим, сотрудники полиции, Росгвардии, МФД, допустим, вооруженных сил, когда они находятся в штатской одежде, они могут носить свое табельное оружие, скрытное. Это резко повысит, в том числе, способность противостоять определенным воздействием. Кроме этого, наше государство может предоставить право ношения, ну, допустим, приобретения, хранения и ношения короткостворного оружия. Это бывшим сотрудникам, допустим, тех же самых силовых ведомств, после, соответственно, психологической другой проверки и подготовки. Кроме этого, после проверки, самое главное, на проведенных определенных занятиях для обучения как, при каких условиях, и так далее, и тому подобное. И третья категория граждан, которая могла бы получить право на хранение, ношения и приобретение оружия, это владельцы охотничьего и спортивного, белокрестольного и нарезного оружия, которое давно этим оружием владеет. Почему? Потому что они доказали свою адекватность и законопослушность. Что касается, допустим, лиц прибывших в нашу страну из стран ближнего и дальнего зарубежья, то теоретически, они тоже могут получить право на хранение, приобретение на ношение оружия, но в том случае, если в первый момент они получили российское гражданство и доказали свое право на ношение оружия таким мероприятием, что службы в вооруженных силах Российской Федерации, особенно на территории СССР, если эти люди доказали, что они в своей жизни готовы жертвовать ради нашей страны, то в принципе они могут получить право на приобретение, ношение и хранение стрелкового, краткострольного оружия. Что касается остальных жителей, жителей ближнего зарубежья, которые приехали на нашу территорию, то я думаю, что такое право им может быть предоставлено через 10 или 15 лет проживание гражданства, проживание в нашей стране, если они не замечены в каких-либо правонарушениях, неважно, это административных или уголовных. Соответственно, люди, которые имели в прошлом любые приводы в милицию, право на приобретение оружия получить не могут. Помимо краткострольного оружия, которое могут быть вооружены отдельной категории граждан, я считаю, что необходимо создавать так называемые силы территориальной обороны, которые могут быть основаны на, допустим, тех же самых строкбольных, пингвольных или каргольных клубах, которые, в том числе, проводят различные мероприятия по тренировке, слаженности своих сотрудников. Помимо этого, различные клубы ветеранов-афганцев, теченцев, сейчас появятся клубы СОО и так далее и тому подобное. Почему? Потому что. Событие, которое произошло в прокурсе Тихоли, показывают, что сил наших силовых ведомств не хватит для того, чтобы прикрыть все объекты и все мероприятия по всей стране. Их просто по умолчанию недостаточно. И нашему государству предстоит такая система, как самоорганизация общества в вопросах защиты и самообороны. Я обращаюсь к нашим депутатам и чиновникам различного уровня. К сожалению, ситуация обостреляется и, скажем, днем самостоятельно все хуже и хуже. И тяжелые времена требуют очень крутых и строгих действий и решений. Решение предоставить нашему обществу право на самооборону и защиту своих прав и жизни, в том числе, одно из таких. Вопрос состоит только в том, что грамотно продумать это вопрос контроля, учета, точно и строго определить границы возможности применения оружия. А самое главное в этот момент запретить такую вещь, как травматическое оружие. То есть травматическое оружие может быть только коррекционным. Почему? Потому что наличие этого оружия дает определенную иллюзию владельца этого оружия на безопасность, а второй момент, так ни странно, повышаются шансы убить другого человека из этого оружия, либо предоставить возможность нападавшему убить владельца вот этого травматического оружия. Действительно, после этого теракта наша страна никогда не будет другой. Может, действительно, мы задумывались, что реально идет война, и, может быть, хватит посещать различные товарищей и друзья гибнут на фронте. Если кратко подвести итоги всему вышесказанному, то первый момент, что определенные структуры в мире очень хотят к 25-му году завершить подготовку и начать внедрение определенного нового мирового проекта. Для этого они определенным образом размещают информацию о том, что они будут делать, то есть информируют людей, для того чтобы получить их незримое согласие. И планируют ряд действий, в том числе не исключено, что создание искусственных цинами, пандемии, катастрофы, гоня и все остальное. Организация голода, болезни и много-много чего другого. О чем они открыто публикуют, в том числе в виде фантастических фильмов, различных порочий, произсказаний, прогнозов и так далее. Соответственно, нашей стране к этим мероприятиям надо готовиться, консолидировать общество, учить людей, разрешить обществу право на самооборону, создать по регионам территориальные обороны. И самое главное, что если вы хотите контролировать оружие, то можно в том числе GPS-трекеры, МПС-трекеры, приложения на телефон устанавливать и так далее. То есть продумать способ оповещения владельца такого оружия, допустим, совершения редакта, если они рядышком находятся, чтобы они подключились к обороне. И многое-многое что другое. То есть у государства реально большое количество возможностей для решения таких задач. Что касается сотрудников силовых ведомств, скажу, что не надо бояться народа. Почему? Потому что народ – это единственная сила, которая поддержит в том числе силовое ведомство, в трудные времени. Так, ребята, возвращаемся. Я думаю, что вы все видели ролик от Алексея Кунгурова, посмотрели его мнение. Значит, что я хочу сказать. Человек, который прожил в Техасе 25 лет практически, у которого тоже достаточно много оружия дома. Ну, у меня лично есть пистолет, и у моего сына несколько, скажем так, и полуавтоматов, которые разных видов. То есть есть какие-то, которые покупали уже готовые, а есть какие-то, которые собирали частями. Так вот, что я хочу сказать Алексею Кунгурову и мое мнение по поводу, давайте разрешим всем вооружаться, и будет всем спокойнее жить. И вот Алексею нужно было статистику, наверное, сначала подготовить по поводу, сколько терактов происходит в США, и сколько оружия на любого гражданина России в США, количество оружия, да, на, как сказать, на население или как-то, я извиняюсь, ребята, ну, на единицу, да, пускай, скажем так, на единицу населения. Сколько, допустим, в США оружия, и сколько в России оружия. И вот вы тогда, значит, посмотрите и скажете, что добра сил Америки примерно, говорят, 3 единицы оружия на человека. А теперь посмотрим, сколько терактов происходит в Америке, и сколько в России. Вот скажите, где лучше происходит теракт? Мы все время слышим, да, о том, что массовые шутинги происходят. В основном они происходят в Америке, где полно оружия. Так вот мой вопрос Алексею Кунгурову. Если, и по его мнению, это является панацеей, то, что мы вооружим население, вооружим страну, поможет ли это? Вот смотрите, где обычно происходят эти масс-шутинги, да. Вот он говорит, если бы люди, которые были на концерте, они бы имели оружие, то этого не произошло бы. Начнем с того, что в США вы на концерт с оружием не придете. И тем не менее, у нас есть очень знаменитый масс-шутинг, в Лас-Вегасе концерт был, он был на открытом небе. И расстреляли людей из рядом стоящего отеля. То есть человек пришел с сумками, тоже остается вопросом, как он мог эти сумки протащить. У него были полные сумки с оружием, ну, с автоматами, да, причем там был не один автомат. И к нему там шли целые кучи каких-то пуль. Ну, то есть он стрелял без остановки, с нескольких окон. И погибло, по-моему, более 50 человек в тот день. Охрана была нереальная. То есть, чтобы туда попасть там и через рамки проходили, сканировали. И сумки проверяли, все. То есть люди зашли туда. И охрана осталась. То есть, охрана стояла на входе. И у охраны были автоматы, и много чего было. И это не помогло никак, потому что люди, которые планировали, планировали. И это не помогло планировать. Они находят такие уязвимые места, которые как бы невозможно никак предусмотреть. То есть, этот человек, опять, вы знаете, до сих пор нет никакого мотива, для чего он это сделал. Это тоже очень загадка, ну, загадка такая большая, да. То есть, как бы, почему человек поступил таким образом? Значит, как он мог пронести в отель, в сумки, огромные сумки с поднестрельным оружием, да. Каким-то образом он умудрился выбить окна. То есть, это мотыль и окна, знаете, такие сплошные, такие сплошняком окна, которые, в принципе, считаются непробиваемыми. То есть, каким-то путём он их выбил, открыть их нельзя, там, знаете, такие вот окна, которые не открываются. Тем более там жарко и там какую-то хрен, какой этаж, там, допустим, 20 этаж, но в отелях не открываются такие окна на такой высоте. Значит, он каким-то образом умудрился эти окна, во-первых, начнем с проноса оружия, то есть как он их пронес в отель, где казино, там тоже все на рамках, на металлоискателях, на охране и так далее, он умудрился пройти туда со всем этим делом, окна каким-то образом непробиваемые, он умудрился разбить, никто ничего не слышал, никто ничего не видел, да, людей пропустили, то есть даже если бы у этих людей, которые были на этом концерте в Лас-Вегасе, допустим, у них было бы оружие, что бы они сделали, во-первых, было вообще непонятно, откуда идет стрельба, то есть когда они находились, эти люди, на концерте, а этот, он из нескольких окон, то есть у него номер был, в котором было несколько, и даже если я помню правильно, по-моему, даже у него было несколько комнат снято, и он переходил с одной комнаты в другой, с той комнаты в эту, и стрельба шла по разным направлениям, то есть у него был автомат тут, автомат там, и там очень много людей погибло, естественно, тут же вышло правительство демократическое, сказало, давайте запретим оружие, то есть вся проблема, это ворота, , потому что только у oss Panel что если мы оружие запретим, то нет тер ampleсти。 Оппозит к тому, что говорит сейчас Кунгура. То есть Кунгур говорит у нас тюран, потому что у нас нет оружия, а там у них обычно такая риторика. Как только происходит тюран, они говорят что это потому что у нас легко купить оружие, и любой дурак пойдет, копит и всех перестрелят. Вот. вот и смотрите да то есть кому что надо то есть риторика разная это стан наоборот каждый раз он в связи вам того что давайте возьмем и это оружие значит заберем у населения вот нужно было предотвратить нет никак это даже если будет их у всех людей был бы в автомату они бы смогли понять откуда идет стрельба вот я он стрелял сверху вниз они бы снизу вверх я думаю не дострелили полиция стояла там где-то на входе стрелять начали прямо в середину вот этой толпы которая стояла возле стены на концерт началась паника давка какой-то бежит полицейские забежали они тоже не могут понять откуда идет стрельба приехали полицейские кто-то приехали они даже допустим быстро да они еще не могли сделать случае с крукусом конечно я считаю что какая-то мера должна быть все равно предпринята в том плане что такое количество людей на концерте 5 тысяч 6 тысяч человек сша ты через рамки не пройдешь надо идти через рамки проверяют тебя и там стоит охрана и охрана на таких мероприятиях когда большие концерты она вооруженная то есть я вот например согласно бы была с тем чтобы на больших массовых сборах вот таких как концерты какие-то тем более условиях условия что страна вы слову находится на я думаю что надо разрешить охранником иметь оружие то есть не просто они там должны стоять полка хотя тоже видите я еще не знаю точно сведения что случилось этими храниками которые стояли их сразу убили да или потому что их не было оружие или их там не было вообще этих охранников но я хочу сказать но ребята что если они хотят сделать рад они его сделать это чаще всего не просто там какие-то там два ненормальных или три нормальных человека заходят и все делают это все планируется так же как в этом вот стрельбе в лас-вегасе то есть потом мы вроде бы сам сам себя застрелил три раза выстрелом в голову да этот стрелок который пострелял людей в лас-вегасе но скажите во первых кто это поверит во вторых и там мы его потом родственника вопрашивали и брата и семью никто не может вообще найти никакой причины для чего бы ему бы это было надо но причины но вообще но целых 0 10 нет никакой причины которую бы могли они как нормально бы уже помощи бухгалтером было ли что-то такое это давненько было случае такому еще где-то при трампе дело было в 19-ом или 17-ом году вот уже вылезли все демократы сказать давайте оружие выбирать населения потому что такие нормальные понимаете таких людей их можно посадить на психотрупные за какие-нибудь вещи их нужно посадить на наркотические какие-то вещи они себя не подчиняются только вот этот убийца который кеннеди убил да его потом арестовали этого особо на него все свалили что-то он там застрелил кеннеди мотивом никто не может понять какую там у него ничего не помнит толком давдалось это уже это все дело произошло у нас вот то есть если захотят президента америке поцелите ему поцелет они подстрелят это не будет важно если население оружия нету населения если планируется тиранта поэтому алексей то что говорит давайте раздадим людям оружие вот хорошо раздали людям и в америке всех оружие всех миллион оружие дети в школе каким-то путем какой-то находится человек который каким-то путем школу где стоят рамки охранники приносит оружие начинать людей вот последнее было в техасе это тоже летом было я уже приехала из россии и упаковывала свои сумки вот помните я была начала в июне прошлого года я приехала просто в отпуск посмотреть а потом я уже собрала вещи свои документы сделала и уехала уже совсем россию из сша но тот момент когда приехала у нас там был маршрутинг тоже в техасе но один был это когда я уезжала в мае я участвовала в этом ну то что меня там где была в этом моле в этом торговом центре был маршрутинг где 15 человек убили а было еще в школе это как раз этот или я там это дело было летом и там что произошло школа которая под охраной которым есть там какой-то полицейский с охраной который стоит сигнализация рамки чтобы зайти и все это такое приходит мужчина с автоматом потом видеокамеры показали что он зашел заднего входа то есть не спереди а заднего входа в дверь и почему-то она оказалась открытой они вот начали но может кто-то зачителей выходил а он типа зашел вот но на видеокамере не видно что кто-то зачителей выходил но может случайно кто-то зачителей выходил дверь не закрыл вы видите что случайно откуда он знал что случайно дверь будет открыта потому что если нет закрыта сзади вы попасть не можете вообще никак то есть должна была быть дверь открыта всем еще о чем говорю что это все планируется заранее это не один человек которому просто голову там стукнула я пойду все переселяют нет даже такой простой как бы был теракт что один человек заходит с ружьем через заднюю дверь эта дверь оказалась открыта и он именно подъехал потом видеокамеры показали что он именно подъехал на к этой двери задней то есть откуда он знал что надо именно к этой задней двери ехать и что она будет открыта это все давайте давайте губернатора снесем давайте его не выберем он нам не мог обеспечить там охраны там туда-сюда много детей погибло по моему 25 или 30 детей погибло еще тоже пропалица началась уже стрельба вызвали уже учителя полицию она долго долго не приезжала потом они приехали они почему-то не хотели никак заходить туда там был один стрелок один приехала там я не знаю там совсем штата приехала полиция очень много приехала полиции они все стояли и они никак не могли зайти и его безвредить он продолжал стрелять они продолжали стоять на улице вот сколько было там виза сколько было демократы там кричали там не охрану не обеспечить и ну что не обещают обеспечить давайте давайте поставим охранные рамки поставили все равно происходит давайте охранника в школу введем вели охранников все равно происходит оружие много стране происходит оружие не стране в россии происходит понимаете что это все это игра на публику то есть кому надо организовать это дело они найдут изнутри какого-то помощника который откроет дверь они найдут из-за такого это помощника который закроет дверь как в корпусе например до что людей ролики были могли выйти двери были многие жаловали что дыре на прозорных лестницах когда они спускались двери были закрыты вот поэтому наибольшее количество маршрутингов происходит в сша а вот там они значит соответственно постоянно там уже забрать хотя оружие тоже просто не купишь его нужно точно должен документ предоставлять там регистрируется но естественно что если на что нет вообще никакой регистрации плане здравоохранения там псих ты и псих ты ненормальный ты на антидепрессантах ты ты можешь все равно купить оружие то есть нигде медицинский твари когда не проверяются могут только проверить что если криминально эту как я и не могу что вообще не проверяю то есть я покупала пистолет и будешь там полчаса сидишь свои данные будешь опять-таки с другой стороны а может и вообще не то что там на самом деле вот вопрос у меня был такой вы нормальная у вас вы не crazy вы ментально у вас здорово я говорю да я здоров а если псих пришел он тоже говорит я тоже здоров да россия на права чтобы получить права надо медкомиссию проходить в америке медкомиссии нет я не знаю вы в курсе или не в курсе но в америке медкомиссии нет вы приходите в сам вот этот вот отдел гаишников да и там у нас на месте возьмут на глаз на зрение вам поставят буквы и там аппараты есть где можно поставить глаз свой зато и вставить и проверят зрение вот это единственное что у вас делают это будет зрение больше никаких дополнительных тестов анализов не надо и на твое психическое состояние соответственно тоже никакого нет теста и никаких анализов нет я трубас не правда и другие какие-нибудь документы вас не требует на дороге могут ездить какие-нибудь вообще действительно психи которые которых полно сша почему потому что давным-давно закрыли все психбольницы во всех странах в России есть психбольницы в других странах при советском союзе мы жили психбольницы были а на данный момент никаких психбольниц нет в сша и люди могут вот эти ненормальные ходить бродить и представлять угрозу обществу и никто ничего сделать с этим как бы не может а вот и куда сдеть на то есть если они ментальные больные ментально достателение это закрыли почему сказали надо же деньги выделить на наши военные нужды зачем нам содержать специально защищут банкет давайте мы лучше на военные расходы добавим денег а вот эти больницы вообще все что социальная помощь и связано давным-давно уже сокращено в америке вот поэтому проблема большая и я хочу сказать что на самом деле она большей части политическая то что всегда есть заказчик и заказчик всегда хочет что-то да то есть если раньше были теракты вот но в норд-вести том же народ на тост и бисване там были заложники взяты да то есть там брали людей заложники они требовали какие-то конкретные действия там выводить войска из чечни или еще что-то и часто как бы соберут заложники то есть какие-то требования бывают политически в том числе а когда вот такие вот что чисто приближал стрелок вот и в том же лас-вегасе да как в пропусе непонятно каким образом смогли провести это оружие непонятно каким образом смогли пройти так далеко как они помогли сюда поджечь то есть скорее всего что были внутренние какие-то у них помощники которые помогли если бы были на улице люди с автоматами охрана стояла бы вооруженная да вот я думаю то и у них допустим есть внутренние помощники которые работают здание почему вы думаете что они не открыли бы им двери и смотри они бы заднего хода запустили они могли через лифт их запустить через гараж бы не могли подняться да то есть если конечно те двери снаружи были бы закрыты но они бы все равно попали то может быть ну человек инсайдер до который внутри находится он мог бы он бы мог открыть двери я к тому что если планируется на такой апс они его сделать тот вопрос не в том что у всех будет оружие опять-таки в школах в америке и в торговых центрах хотелось отнес оружие но человек пришел с автоматом там у тетки в основном ходят косметику покупают он их пострелял даже если разрешено оружие не все жители будут ходить и школьники в школе не будут потом постреляли значит то мусульман в мечети то у евреев синагоги постреляли но ты например конфликт развить развить что у эти белые трамписты христиане анимон звери пошли стрелять евреев да они раз запустили какого-нибудь человека который еще ничего там неизвестный какой-то никому пошел там пострелял всех в этом самом синагоге при трампе было дело приехали полицейские тут же начало на месте угрохали следов нету концу года кто заказал чего заказал зачем это было нужно ну вот какую бумажку на какую бумажку будет написано я там люблю трампа я там христианин или с власти по какому-то нарисовывают и вот я значит и пошел там против евреев тоже скажу давайте убирать оружие давайте сих разоружать и так далее общем вы поняли мой как буквально то что хочу сказать я хочу сказать что не важно где вы не важно что вы если этим каким-то организациям или политическим нужно что-то сделать они это сделают и наличие оружия не поможет они могут в госпитале устроить такой теракт вот всегда найдется человек который откроет двери да то есть вы через рамку бы пошли у вас бы зазвенело а если бы заднего входа зашли через гараж из какой-то допустим врач у которых бэджик есть он может быть джеком с подвала там парковки с подземной зайти открыть его запустить охрана стоит на улице допустим там со автоматами на улице возле двери входной а вы из гаража зашли до 100 вала как это поможет никак то есть я не против чтобы допустим при каких-то условиях проверенным людям разрешили владеть оружием уж там женщина обращается дому полно боится она пошла маленький пистолет и купила ее проверили что на там ответственного там ничего с ним это на сумочке его допустим держит но опять-таки с этой сумочкой вы не зайдете не в молнии в какой-то рамки на то есть не можете попасть в этот мол или там другой комплекс и что рамка запищит а потом заднего входа запустит этого террориста там нужны люди да и он всех постреляют а те которые с оружием они не на концерт однозначно вас никогда никто не пустит в америке на концерт с оружием то есть то есть от того что оно у вас есть это не значит что вы попадете на концерт с этим оружием и не разрешат на концерт мадонны например садить с пистолетом сумки зайдут с автоматами или частями заранее донесут припрячут там где-то под сиденьем или туалетах они потом соберут эти части работники какие уборщики которые работают охрана которая работает они нужно занесут то есть памяти что это все планируется заранее не одним человеком и кому надо занести они занесут хоть и там вооружите каждого человека до зубов оружием они все равно пронесут эти автоматы если нужно пронести вот поэтому призыв давайте сейчас всем им дадим оружие это он это сказал вот я всем именно не согласна что если мы это сделаем то больше в стране у нас терактов не будет вот ему нужно приехать в сша кунгурову пожить попасть в такой торговый центр где в это время происходит теракт как я попала бежать оттуда за дракуз со всех ну и потом три дня с карвалолом сидеть еще дети мои там бедны потому что мочек не сошли я выхать еще не могла то там все было заблокировано полиции пробки такие бронгиз образовались что выехать нельзя было из этого мула я на час там пробки стояла чтобы только просто отъехать из парковки вот поэтому тут все понимаете дело в том кто правит миром да то есть кому-то хочется чтобы постоянно была какая-то херня сейчас может быть этим терактом они хотят давление на путина как это было во время чеченской кампании на что если ты не выведешь войска из чечени мы тебе устроим тебя будут каждый день своей стране твоей столице будет каждый день происходить вот такие акты вот если ты не сделаешь что мы тебе скажем идти на поводу у них это глупо что они может быть ну как официально не скажет а ему ему позвонит и скажет да ты видел что в крокусе произошло мы тебе таких устроен крокусов каждый день если ты сейчас например не садишь за стол переговоров или если ты допустим не согласишься сейчас прекратите своего или там ты не согласишься там отвести войска там то и там то ли может он идет разговор уже про раздел самой территории мы же не знаем но то что это какое-то давление или угроза или предупреждения это однозначно вот но про причины я говорю здесь не хочу или хотела именно рассказать мое мнение по поводу призыва кунгурова давайте всех вооружим вот по причинам я хочу другой ролик записать ну там уже будет более космологические то есть там разговор идет что это был за день какой-то был праздник сколько мы длине вишни же тот же самый день происходили там какие-то события то есть там другие как бы есть моменты космологические можно стоит это в среде другом ролике что тоже как бы интересно обсосать такой точки зрения даже всем хочется знать что это почему это причина да вот так всем это вот такой момент интересности и пытаться найти разумную причину этому ну что это там никакой не этот айсис это да игил это всем дуракам понятно что ну это все чушь собачья причем тут игил они мусульмане россия поддерживает мусульман вот то есть не слышно было не слышно уже и 100 лет игила вдруг из того ни сего когда россия по полной программе поддерживает палестину против израиля который израиль бомбит или разрушает ацетики эти их него ну мусульманские как они называются мусульманские церкви да как они вот так они называются в рейсе нам боги а мечети слушайте уже надо наверно рыбе жив пить в старость уже пришла забываю вещи какие-то вот поэтому такой наверное я сейчас сделаю другое видео дополнительно по поводу вот этих вот кастрологических как бы моментов но о том что это западное средство рука рука западных не братьев да не партнеров так называемых это точно я в этом уверена выясним мы что-то или нет вряд ли вот эти конечно там которых поймали они естественно скажут что мы ничего не знали через телеграм-канал нам заплатили и может быть они там на влиянием всяких психотропным они соответственно ничего толком не скажут недостаточно для того чтобы выйти на реальный заказчиков узнать кто заказала и что эти конце никуда скажем так будут вот посмотрим что дальше будет я надеюсь что наше правительство не пойдет на поводу и изменит свой курс в плане операции наших и наших целей вот ребята всем до встречи спасибо что посмотрели всем пока 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 Продолжение следует...